Здравствуйте, друзья! Вы видите очередной шедевр Амазона в коробке с надписью Epson. Что там находится в коробке с надписью Epson? Может быть там продукция компании Epson? Да, как ни странно, но содержание коробки совпадает с названием коробки. Это, друзья, редкие случаи, это везение. Ну, я не могу скрывать долго, как-то в песне поется «Я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей». Выбирайте, выбирайте. Раз. Это проектор. Значит, вот я рассказал о том, что мы проектор покупаем новый, чтобы качество видеозаписи было лучше в классе. И мне говорят, что 5000 люменов это немного, а вот тот, который у нас сейчас проектор, там сколько люменов? Там 4. Но вопрос не только в люменах, а вопрос же в родном разрешении проектора. Потому что наш существующий проектор разрешения, дай бог памяти, 1076 на 720, по-моему. Скромно. Да, а мы потом уже интерполируем, правильно, язык заплетается, до какого-то там HD-ради или Full HD. То есть, соответственно, мы размываем изображение. Так, а у этого сколько? У этого родной 1920 на 1200. Это Full HD-шный с родным. Хорошо. То есть, по идее, как бы, плюс 5000 люменов должны дать. Ну, хоть покажите его, как он там. Ну, эту коробку там по мелочи. Мы пользуемся ремонт-контролями, это у нас есть. Да. Он умеет. Я, кстати, замечал, что ремонт-контролы от разных версий проекторов одной компании совместимы. То есть, вы можете заменить один проектор другим тоже конторой и ремонт будет работать. Так, тянем, тянем. Тянем, я держу. Опа-на! Так. Ну, знаете, так, чисто внешне, вот, нельзя сказать, что он тянет так, внешним видом на 1700 долларов. Да. Ну, покрутите хотя бы, покрутите. Ох ты боже мой. Да. Сколько же там сзади-то всего. Да, умеет все, наверное. Да здесь можно, я не знаю, там... Он умеет по Wi-Fi, да. Мы можем шарить экраны даже, не обязательно по кабелю, может шарить их с девайса по Wi-Fi изображения. Я боюсь, как бы качество хуже не стало при таком. Ну, посмотрим. Так, может, это что это? Это ножичка для того, чтобы стоять. А, я испугался. Я подумал, разъем какой-то. Это если нам надо его поднять, ну, если он на столе стоит, допустим. Ну, да, да, нет, но я уже понял, я просто издалека подумал, там какой-то разъем. Да. Да. Ну, что же. Ну, мы его подвесим к потолку, конечно же. Да. Вот там наш фичер-презентейшн Анна Леонидовна строчит по клавишам. Здравствуйте. Леонидовна, как вот у вас лично наблюдается эксайтмент по поводу нового проектора? Нового проектора? Я даже не знаю, что проектора. Проектора. А думала это что? Да. Я вообще не думала. Думала подставкой там под кружку с кофе. Я даже не смотрела, не думала. Да, этот проектор по другой технологии, кстати. Тот у нас DLP. Так. А это три LCD. Сильно. Я, знаете, вот как человек, который проекторами пользуется, начиная с девяносто, там, может быть, четвертого года, там, пятого, когда школа наша началась. Я туда покупал за три тысячи. За три тысячи. Я даже не знаю, где-нибудь у нас сохранился какой-нибудь музейный экспонат. За три тысячи. Дрянь-дрянью. Но суть даже не в этом. Лампочка. Вот там была лампочка. И эта лампочка, ее хватало реалистично, может быть, ну, на месяц работы. Так. Потому что мы же не круглые сутки там. Вот ее хватало на месяц, стоила она долларов сорок. Эта лампочка. Больше того. Бывало так, что ты ставишь, и она три дня и нету. Здесь 15 тысяч часов. По-моему. А там есть именно лампочка? А здесь, конечно, у всех проекторов есть лампочка. Ну, кроме лазерных, наверное, которые там пять-десять тысяч. То есть не может гореть 15 тысяч часов? Может быть, это какой-то... Лампа, реально стоит лампа. Как это сказать? Может быть, это какой-то сатанинский девайс? Ну, технология далеко ушли вперед, наверное, по производству подобных ламп из технологий. Но тут реально стоит... Теряется смысл, друзья. 15 тысяч часов. Это на всю жизнь может хватить? На чью? Ну, не знаю. Учебного заведения? По-моему, 15. Я не буду утверждать, но, по-моему, 15 тысяч часов. Но она при этом будет мутнеет, мутнеет, мутнеет. Ну, конечно, со временем она теряет, но они говорят и утверждают. То есть она будет работать в вегетативном состоянии долго? Ну, вот как у нас сейчас лампа, которая осталась процентов 20. Вы видите изображение какое, да? Да. Там 20 процентов осталось ресурса показывать. Нет, но это ресурс. Это не обязательно качество. Не обязательно. То есть качество, может быть, там 90 процентов от того, что было. Она вообще может гореть 15 тысяч часов. В общем, друзья, как только, так сразу мы вам покажем, вообще продемонстрируем, еще какой-нибудь урок запишем. Мы сейчас пишем уроки. А покажите, вот как у нас уроки видны, Сергей. Значит, вот смотрите. Убило это все. Давай, давайте. Мы покажем. У меня тоже на экране это есть. Я посматриваю, как идут уроки. Это не того. Могу покрутить крамеры. Могу посмотреть, что там они на селфоне своим пишут. С кем. Мы этим не занимаемся, но в принципе. Вот этот наш live. Так. Это идет урок. Давайте. Так. Вот педагог там, Ольга. Да. Вот Ольга ведет. Давайте покажем, что она показывает на доске. Давайте покажем. Ну это у нас на экране. А давайте экранчик. А мы не можем его большим сделать во весь экран. Можем. Но я не смогу тогда управлять. Ну да, да. У меня нету. Ну на самом деле достаточно четко видно, что происходит на экране. И мы с этим качеством можем видео писать. То есть пишется не хуже, чем вот мы сейчас видим. Да, это и пишется. Дело в том, что мы сейчас видим немножко хуже, потому что у меня такой монитор показывает немножко хуже. То есть то, что мы пишем, качество в файле. Да, чем мы сейчас видим. Ну отлично. На самом деле я вижу, что в классе достаточно светло. Потому что, когда в классе так вот мы свет гасим, чтобы видно было, что на экране. А что на экране там? Есть презентация у нее, да? Да. Ну вот эта презентация, которая в классе. О, еще по ссылке. Это презентация, что в классе там большие слайды, крупные. Да. А вот бывает там что-нибудь, код какой-то пишется. И там все такое меленькое. И тогда мы наводим. Наведите прямо. Это, кстати, можно вот сейчас сравнить картинку на старом, на старом, как его, проекторе, да? Да. И потом мы сегодня подключим новый проектор и посмотрим, как показывает новый проектор. Отлично. Друзья, только собрался отойти. Тут еще два ящика здоровенных принесли. И я вспоминаю. С логотипом Amazon. Я вспоминаю. Да, тоже с логотипом Amazon. Я вспоминаю вот этот вот добрый вечер, тетя Хая. Вам посылка из Шанхая. Понимаете, наша посылка откуда будет? Это Amazon. Амазон. Так, 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 так. Это мониторчики новые. Друзья, новый проектор без нового мониторчика не имеет смысла. Да. Что, один всего? Одна коробка, но там, наверное, вторая. Вы знаете, я думаю, что если еще эту коробку разнять, то там намного меньше предмет будет, чем еще меньше. Это мониторчик в наш класс. Я понял. Будет еще меньше. И вот получается, что большая-большая коробка, в которую дед Вазар мог бы посадить там два десятка зайцев. Хотя, если заяц крупный, то можно и меньше, конечно. Сейчас такие зайцы пошли, знаете. Раскормленные. Раскормленные, хорошие. В Америке заяц, друзья, до бессовестности раскормленный. Если вы видите местного зайца, вы подумаете, что это ишак. Такой он раскормленный. И так вот и хочется его потрогать. Ну вот. Сегодня у нас в аудитории будет новый проектор. Да. И новый монитор. Каник. ПОЁТ ПОЁТ «А ЛОНСКИ» «А ЛОНСКИ» Субтитры подогнал «Симон»